здравствуйте дорогие друзья сейчас мы рассмотрим сбербанк в россии и его директора грифа 1 2 3 4 это его масть сейчас пойдем сбербанк к нему на работу в офис теперь что скажут карты 2 тройной таро старших арканов что же будет что же будет у грифа на работе карты таро расскажет так вот гриф на работе что ему нравится на работе что ему не нравится на работе фактор неожиданности коллеги лист убытия прибытия может уедет в израиль знаете как его начальство кто там у него главной и вот он сам на работе счастливый как никто так грех на работе раз-два-три-четыре раз-два-три-четыре так что у него там сколько карту кого пусть будет ладно что-то хочет сказать значить это он сам теперь вот грех на работе что ему нравится на работе что не нравится фактор неожиданности его коллеги ну банки всевозможные филиалы до филиалы и так и вот его начальство и вот он сам на работе грех начали так грех расскажи грех покажи кто ты по масти так это грех сбербанк ну смотрите это судьба это такая планета сатурн которой именно ему по судьбе но быть сбербанке быть директором помолвка и шут смотрите в его понятии скорым временем ждут ждет какая-то помолвка да но вообще какие-то перемены грядут значит чуть позже будут какие-то перемены у греха при его организации сейчас посмотрим и что это невзначай диктатура и новые веяния новенькое что-то новенькое от государства будет через помолвку объявлено это какое-то новое распоряжение от государства это во времени значит в течение данного времени шут вообще это как шаг за шагом это не долго ждать это близко какие-то перемены от государства что-то новое будет при согласии данной организации это у греха значит начальство уже в курсе и мог что-то предъявить чтобы он это все воссоединил и исполнил приказ какой-то так пошли дальше вот он грех на работе играли день деньгами он понимает что рубль 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 да будем говорить играет и рушится что-то идет не так банковской системой системе теперь что ему нравится на работе греху хитрить делать какие-то документы свою пользу вот смотрите фемида да меч и меч противозаконные действия выполнять свою пользу но что-то он химичит с деньгами и у него неплохо получается смотрите как карты дублируется королева мечей она как фемида идет и старшерка фемида перевернута это получается нарушение нарушение баланса в свою пользу делать какие-то манипуляции с деньгами где рушится какая-то денежная он как бы компенсация да что-то с компенсацией он должен переиграть какие-то действия в хитрую сторону свою сторону так теперь что ему не нравится на работе греку идея с деньгами смотрите огонь 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 получается очень напряженная обстановка воздушные манипуляции через какую-то идею нужно прокрутить теперь фактор неожиданности дьявол и семья смотрите фактор неожиданности тоже стихия огонь 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 у грефа получается большие проблемы на работе и с деньгами идет малая мазь что-то с деньгами рубль падает рушится и чтобы этот огонь поддержать и чтобы это не рухнуло неожиданно в его компании это его организация грефа ведет к упадку щип упадок рубль вообще сгорает но можно так сказать и дьявол смотрите неожиданно и у него будет сокращение кадров можно быть и какие-то тайные манипуляции хитрый он должен прокрутить и он боится что он потеряет какое-то доверие к себе и старается поддержать подогреть подогреть ведь как горелка и газ да но это образно подогреть рубль и это ему не нравится то что он вынужден свои деньги докладывать но я так поняла карты чтобы вообще не остаться без работы но рубль исчезает смотрите не храните деньги сберегательной кассе можно так сказать потом смотрите раз два три 4 5 6 карт в течение времени короткого времени ну пусть будет плюс-минус полугода может больше наступает ведь и шут наступает очень опасная ситуация и грефу будет некуда деваться потому что государство берет все свои руки руки я так поняла и ему грозит банкротство лавочка закрывается теперь его коллеги ну там другие банки может быть или же его контура они же все там связанные то что связано с деньгами коллеги тоже проигрывает в этой теме это проигрыш значит другие банки тоже в упадке смотрите фемида сила 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 рушится и другие банки тоже будут терпеть какие-то неудобства ну как бы так и теряется равновесие рубля насильственной формы сгибается сгибается рубль или загибается рубль ну можно так сказать теперь лист убытия прибытия грефа сбербанк чтобы уйти с работы видим как бы партизан вот так из-под тишка чтобы уйти с работы он думает этого лед лед и вода он своих раздумьях думает как преодолеть данные трудности чтобы никто ничего не заметил и ему придется где-то там схорониться как бы спрятаться а черепах тортил черепах тортил сжался и ждет каких-то перемен но вообще банк закрывается я хочу вам сказать все банкротством полностью он может остаться без куска хлеба если банк берет государство все свои руки греф может остаться вообще ни с чем так теперь его начальство политическая патитутка игра начальство будет играть свои игры видите он будет играть и начальство будет играть чтобы не обделить и себя и и устоять при этом теперь смотрите знаете чё я поняла что будет с банком грифа вообще идет какая-то другая валюта я так поняла наступает другое другое направление денег который будет стоять четко на ногах коллеги ничего не смогут сделать они тоже в упадке греф остается без зарплаты без работы на сухой паек например и деньги какие-то чужие приходят в страну что такое я вообще не понимаю в этом ну ладно сейчас посмотрим дальше его планы на будущее разрушены сатурн перевернутая все это газовая планета она все это газ это пыль греф остается без ничего что-то будет не то с деньгами получается контора закрывается греф остается на улице слушайте я тоже не ожидала я думала там будет что-то там делать но смотрите вот эти две карты случайные выпали диктатура это правительство выдвигает свое новое предложение где греф вынужден помолвку выполнить какое-то соединение судьбоносное и он должен уйти ни с чем шут видите хотя государство начальство тоже начинает жизнь с нуля за третье государство и он сам идут с котомкой идет наступает какое-то новое время и сбербанк сбербанк лед собирается сжимается и рубль обваливается чем такие карты вышли даже так вы смотрите я не понимаю ничего банковской системе я просто читая карты вы мне напишите что это такое я еще раз рассмотрю где вы можете задать правильные вопросы и я на эти вопросы отвечу но так как я не бухгалтер и я не подруга зина из магазина вот грех грех получается идет на вольные хлеба и государство тоже продажная проститутка допускает ход чужого рубля или чужую денежную единицу которая крепкая и она молодая единственное я могу спросить смотрите это бумажное что бумажные деньги или же эти деньги цифровые сейчас просим вы напишите мне вопросы я там выберу как бы рассмотрим но я могу вот это спросить это бумажные деньги чужой стороны так смотрите для графа сбербанка смотрите рубль был именно слова рубль рубль был рубль есть стране россия и рубль будет ли как бумажная единица вот это написано там кажется билет билет на балет да вот билет на балет карты билет на балет корнелюк пил песню эту песню вспомнила так смотрите это бумажная единица вот билет на балет был в россии билет на балет сутрите был рубль смотрите вот рубль на это восьмерка да был рубль сильный смотрите слово рубль да именно слова рубль был рубль сильный но он ушел сильный рубль слова рубль на сегодняшний день что же происходит с этой бумагой бумажным рублем их много напечатали видите человек на чемоданах сидит на у мешках и при неустойчивой позиции рубль рубль он держится держится 4 цифра и 4 видите да 4 4 до держится что дальше неожиданная новость меркурий упал неожиданная информация рубль маг волшебник видите он упал вот почему грел начинает жизнь с нуля и у него идет то что он должен идти на больные хлеба пока рубль держится да он как бы при устойчивой где-то там оппозиции она тут получается смотрите волшебник да перевернут это черная магия можно сказать маг черный волшебник это белый маг а это черный маг сообщает что-то будет с рублем спешка на сегодняшний день ром рубля напечатали валом но события разворачиваются тому что падение падение данного банка приводит тому что он тайно тайно замерзает и другие коллеги банки тоже теряют равновесие где греев крутил и вертел по-своему эти деньги вот что вот так вот теперь если черный маг вышел и бумажные деньги падают это огонь 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 земля огонь все-таки останется бумажная рубль смотрите это бумажный рубль мы даем ему шанс удержаться чтобы не было там каких-то цифровых пыса и праздник смотреть это жезлы и жезлы смотрите пыса тайная тайные бумаги но тайна до луна праздник готовит какие-то новые деньги новые назначения новые назначения где согласовано будет с новым правительством вот это будет маленькие праздники не бед не держите деньги сберегательной кассе подходит время нужно забирать деньги огонь 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 время и начальство государство будет крутить всем этим я еще раз повторяюсь где греб и правительство идет нам поступает на новый этап для сохранения нового рубля теперь греб и ходил на работу и ходит и будет ли греб ходить на работу так смотрим дальше греб выходи греб расскажи как ты ходил на работу как на праздник есть его праздник и вот он счастливый как никто греб все лавочка закрывается финито для комедии наступает так раз два три это греб на работе вот он счастливый как никто мой полная чаша императрица он богател на фоне страны которая беднела эта страна империя императрица он богател страна беднела кредиты людей теперь его праздник аферист так теперь удар сильный удар его ломают смотрите наступает время где у греба отжимают его хлеб удар спину на длом уже не праздник и будет будет удар очень все близко время не ждет называется ведь и власть новая власть время не ждет и видите тут получается во времени ну вот этого года 2024 года уже начинает правительство государства играть с гребом и на будущее это будущее вперед будет новые новые направления начало так теперь мы смотрим что скажут цыгане цыгане выходите тягане цыгане расскажите про грифа на работе сбербанк он не друг он чужой выйти он чужой может гражданин другой страны греб ходил на работу ходит на работу и будет ли он ходить на работу вот он гриф он был прикован к своему рабочему месту не ходил не ходил в отпуск работал не покладая рук работал как раб на галерах есть услуга тихий уход ведь отшельник да вот тихий уход может уйти куда-то подумал он своим друзьям но его кто-то пригласит тайный уход другу или группа звонок другу который мы скажем подъезжай я тебе подсоблю и у нас там чтобы есть деньги значит он где-то захвал аферист какие-то деньги и у своего друга схоронил данную сумму вор вор так что грех не пропадет так теперь что скажут цыгане по поводу рубля именно вот этого советский видите который ушел много-много лет назад прошлом веке и вот нынешний век 21 век его наштамповали много и рубль стоит при неустойчивой позиции и вдруг рубль обваливается полностью новая информация где-то там уже они напечатали эти деньги да был рубль смотрите свадьба все хорошо воссоединение есть рубль и рубль и возлюбленная но увидите женщина держит бумажку да этот рубль и уже нелюбимый рубль но люди доллары любят может еврики и будет ли рубль рубль враг рубль обваливается и вражеская ситуация ожидается очень получается рубль все-таки сжимается и это не за горами почему так вот такие дела а если уже удар значит уже это вот сейчас через час поздно вечерочком на всю ночь q а грефа ждет тайная дорога ведь отшельник тайна и его интуиция зовет его друг его какой-то где он деньги украл через вот эти вот все кредиты смотрите чуть позже я сниму видео насчет кредитов люди которые взяли кредит что же будет что же будет с этими кредитами и ипотеками очень банк сбербанк все все слова свой само слово сбербанк остаются сбербанк какой сбербанк ждет в россии разговоры уже пошли что будут новые перемены доверять можно этим деньгам очень новые деньги новые направления новые банки еще вот такие карты вышли теперь давайте спросим у древнего рима колода что она скажет по поводу сбербанка в россии сбербанка в россии кефара вдохновение это как бы песни про рубль есть да ну как бы и творческая ситуация и видите как вечернее вдохновение луна ночь людня или лира рубль жить будет жизненный опыт подсказывает что он не пропадет рубль не пропадет а то что про него слагают песни рубль робль раб да смотрите рубль араб для людей людейара да но но рабочий классно для рабочего класса рубль ровность остается он работает на мирных жителей рубль раб рубль и рублю есть Есть своя жизненная позиция, выстоять опыт. И для рабочего класса эта валюта остаётся для пропитания. Это питание, роскошь для того, чтобы люди приобретали себе необходимую недвижимость. Видите? Недвижимость, роскошь, диваны, холодильники, унитазы. Всё, что требуется для рабочего класса. А если вышла жирная-жирная тётка, и рубль будет жирный через обман. Луна есть обман, сумерки. Это 18-й аркан, можно так сказать. В общем, вот так вот карты описали ситуацию рубля. Ну, то, что жизненный опыт, да, смотрите, это царский рубль, да, советский рубль, путинский рубль. Вот этот билет на балет. Всё, не будет билета на балет. Вот. И для рабочего класса этот рубль необходим, чтобы был рабочий класс сытый. Видите? Роскошь, сытость. Чтобы не умереть с голоду. Вот. Ну, так рубль показал себя. Ну, всё, спасибо, что посмотрели до конца. Так что, рубль из рубль. Всего доброго. Всех вам благ. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова